Выпускной вечер для учащихся лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета прошел в КСК КФУ УНИКС. Смотрим. Волнение и предвкушение на пороге нового большого пути и в то же время тоска по уходящей школьной жизни. Сегодня выпускники испытывают множество чувств, прощаясь с родными стенами лицея. Напутственными словами поддержал их ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Я желаю вам успехов по жизни. Хотелось бы, чтобы вы выстроили такой путь, который бы помогал вам идти, надеюсь, по длинной жизненной дороге. И всегда будем благодарны, если вы найдете возможность прийти в лицей, прийти в университет и поделиться своими успехами. В этом году лицей имени Лобачевского отправляет во взрослую жизнь 106 выпускников. Это 4 профильных класса, где углубленно изучались математика, физика, информатика, химия и биология. Среди них более 30 медалистов, а также победители и призеры всероссийских олимпиад и международных конкурсов. Однако не только интеллект – сильная сторона лицеистов, но и доброта. Об этом рассказывает директор лицея Елена Скобельцина. Это выражается в том, что они очень активно участвовали в благотворительных акциях. Они являются кураторами жителей Кайбетского дома престарелых и инвалидов. Четыре раза в год вместе с другими лицеистами они навещали их с концертами. И, конечно же, каждый год эти ребята летом участвовали в трудовой практике, так мы ее называем. Это подготовка помещения лицея к новому учебному году. На торжественном вечере воспоминаниями и благодарностями делились не только сами выпускники, но и их учителя и родители. Также по традиции учащиеся выступили с творческими номерами. Ну вообще, на самом деле, этого момента, мне кажется, ждет каждый ученик, потому что это такая завершающая точка всего самого прекрасного и учебного. И думаю, пропускать его – это просто очень обидно. К слову, как отметила директор лицея, по предварительным данным, порядка 90% учащихся планируют продолжить обучение в Казанском федеральном университете. Диана Шеленкова, Ленарда Влетьяров, Универньюс.